Заинск присоединился к Всемирной неделе иммунизации. Цель этого мероприятия – разъяснить родителям необходимость профилактических прививок детей. Медики бьют тревогу в последнее время благодаря социальным сетям. Все больше родителей начинают отказываться от прививок. И эта неделя один раз в год посвящается разъяснительной работе. Педиатры Заинской ЦРБ в рамках недели иммунизации организуют круглые столы, беседы, встречи с родителями. В 21 веке каждый человек, каждый ребенок должен быть защищен от определенных инфекционных заболеваний. В российском масштабе мы на сегодняшний день прививаем от 12 инфекций. Если подойти к Европе или к Америке, у них еще добавлено еще свои. И буквально недавно, несколько лет назад у нас в национальный календарь были включены от гемофильной инфекции, то есть массовые, и от пневмококковой инфекции – это привинар. Я считаю, что от применения этих вакцин дети все-таки более защищены, и они меньше болеют. Привитые дети более защищены от инфекции. Особенно это касается возрастной категории от года до пяти лет. Сегодня наблюдается активная миграция населения. Чаще выезжают за границу, в нашу страну также идет большой приток. И все это чревато завозом всякого рода инфекций. В первую очередь полимелиты и кури. А это чревато печальными последствиями. Некоторые родители, естественно, говорят, что вот, ребенок болеет, пока я не буду. В первую очередь больных детей мы должны защищать от инфекции. А здоровый как-то еще может справиться. А больные дети, естественно, у них будет обязательно осложнение, и может это очень даже печально закончится. Такие случаи тоже были. В Заинском районе на 1 января этого года зарегистрировано 10 600 детей. Детское население обслуживает 10 врачей-педиатров. И на каждом участке имеется 2-3 ребенка, родители которого осознанно отказываются от профилактических прививок. Чаще в этой категории многодетные семьи из сельской местности. Врачи уверяют, бояться прививок не стоит. Сегодня современная вакцинация проходит почти бессимптомно для малышей. Чаще родители вот АКДС-вакцин почему-то боятся. Но, скажем, медицинская наука тоже на месте не стоит. И более очищенные ежегодно, постоянные институты работают. В общем, поступают, хоть российская, это еще не говорит о том, что это плохое. Это неправда. Российская вакцина практически, в общем, она соответствует к мировым стандартам. Вакцины, они практически такие же, как зарубежные импортные вакцины. Сейчас, конечно, случаев гибели детей от инфекции, которые не прошли своевременную вакцинацию, нет. Медицина ушла далеко вперед. И в случае чего врачи ребенка спасут. Тем не менее, отказываться от прививок не стоит. Необходимо только соблюдать все рекомендации врача. Субтитры создавал DimaTorzok